МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы вам сейчас расскажем об очень интересном событии, которое в эту субботу, 11 июля, мы проводим совместно с администрацией города Рыбные. Это фестиваль «Богатырская сила». В чем суть этого фестиваля? Мы хотели бы показать всем жителям Рязани, Рязанской области то, что наши молодежь, наши рязанские ребята, девчонки совсем не такие, какими их пытаются нарисовать, скажем так, в некоторых средствах массовой информации. Ребята наши спортивные, они очень энергичные, они очень целеустремленные. И мы хотим собрать этих ребят в один фестиваль. Валерий в рамках нашего фестиваля проводит открытый межрегиональный чемпионат по пляжной борьбе на призы главы администрации города Рыбные. И он, конечно, расскажет об этой очень интересной динамичной борьбе. А я, в общем, хочу пригласить всех родителей, детей, молодежь, скажем так, подросткового, призывного, допризывного возраста, взрослых детей прийти туда. Потому что в рамках этого фестиваля будет не только борьба. Это будет большой праздник наподобие татарского сабантуя. То есть в поле будет стоять сцена. Рядом с этой сценой будет несколько интересных площадок. На одной площадке будет пляжная борьба чемпионата. На другой площадке будет мастерский турнир по классическому русскому жиму. Это турнир, который соберет очень сильных, могучих ребят и девчат, которые будут поднимать, значит, жать лежа штангу. Там специальные есть на них нормативы. И победители в некоторых категориях получат звание «Мастер спорта России». Тут же будут проводиться очень интересные, веселые соревнования. Один из, скажем так, таких вот самых главных наших сюрпризов – это будет забег с женами на плечах, на руках. В общем, забег с женами с препятствиями на призы авторади. Которые дадут специальные призы, проведут этот интересный конкурс. То есть, будет сделана большая, скажем так, дорожка с препятствиями. Там яма с водой, как классически. Муж должен взять жену или на руки, или посадить ее на закорки. Или классически перевернув ее там наперед на шее. Но он должен добежать, получить какой-то определенный результат. И в конце мы будем подводить итоги. И, значит, то самое мы окажемся быстрым. Также будет подведен итог о том, кто будет в самым веселом костюме. Потому что задача этого, скажем, забег будет даже не спортивная. Задача такая веселая, чтобы создать такую бузу, чтобы создать такое веселье. Специальные призы будут за веселые костюмы. Там, может, я не знаю, одеться бабой-ягой, лейшим, кем угодно. Лишь бы только вы не потеряли свою жену и не уронили ее по этому, скажем. Также будут соревнования по рубке, скоростной рубке бревен и скоростному распилу бревен вручной пилой. То есть это как бы личные соревнования и командные соревнования. Будут у нас соревноваться ребята-гиревики. То есть вы даже можете прийти там, поучаствовать в этих соревнованиях. Будет оборудована зона общепита. То есть будут кафе, там, жарить вкусный шашлык. Самое главное будет у нас безалкогольная зона. Так как это спорт, так как это молодежь, так как это наше будущее поколение. Мы будем пить квас. То есть наш русский квас, есть мясо, заниматься, скажем так, всякими силовыми единоборствами. Ну, в общем-то, проводить это в здоровом образе, в здоровом виде, скажем так. Проведем наш фестиваль «Богатырская сила». Вот вкратце так, что я могу вам рассказать. Очень правильно пропагандирую здоровый образ жизни. Опять же, вы уже это отметили. Очень здорово. Валерий, вот уточнить хотелось бы. Пляжные бои, правильно я сейчас называю? Пляжная борьба. Пляжная борьба, приношу извинения. Расскажите подробно, что это, как это вообще будет выглядеть, кто сможет принять участие? Ну, предварительно скажу, что у нас и Евгений тоже мастер спорта по горяко-ремской борьбе. Мы занимались вместе в одном зале. Вот, поэтому для него спорт, это развитие спорта для него, это тоже очень... Не чужой вопрос. Не чужой вопрос, да. Поэтому здесь совместными усилиями, у него есть опыт проведения фестивалей, вот у меня есть опыт проведения турниров, спортивных турниров. И вот совместно с своими силами, плюс нам помогают здесь Рыбновский район администрации, Министерство спорта Рязанской области. Вот, мы... Для нас уже пляжная борьба, это уже не первый турнир, есть опыт уже, народу очень много приезжает, не только у нас рязанские спортсмены, но и с Центрального федерального округа. Там с Владимира, с Тулы приезжают, тамбовские ребята приезжают, вот, и массовость, больше 100 человек, вот, и довольно-таки проходит весело, интересно, вот, довольно-таки всем нравится очень. Сколько участников планируется? Более 100 человек, потому что Рязанской области это будут точно нет ребят и девчонок под 100 человек, плюс еще и нагородние команды. Ну, вот эти соревнования мы планируем именно отдать профессионалам, то есть там будут специальные весовые категории, там будут ребята, те, которые тренируются, занимаются. Туда, конечно, всех желающих мы не пустим, потому что каждый должен заниматься своим делом. А вот в той же самой вот рубке бревен, там распили бревен, вот в гиревом спорте, в забеге с женами мы будем как бы записывать желающих поучаствовать в этом турнире, получить призы. То есть там будет вот для тех, кто будет гостями, для зрителей, для тех, кто придет на это поле, для тех, кто будет там гулять, радоваться жизни, веселиться и наблюдать за профессионалами, которые будут бороться, скажем, на турнире по пляжной борьбе. Евгений, ну, скорее сейчас вопрос к вам будет. Откуда вообще идея возникла такая организовать? Вы знаете, когда-то давным-давно мы ездили много по стране на соревнования. Мы ездили на турнир в городе Казань, и нас там водили на Сабантуй. То есть это вот огромное поле, в этом поле татары готовят свою национальную еду, развлекаются, то есть вот как бы в своих национальных видах спорта. Вот. У меня как бы еще тогда это запало в душу, и я всегда думал, а почему вот нам, русским, как-то вот не собраться где-то? Помните знаменитую песню группы Стаса с нами? Сойдем же, сойдемся же, братья, и восхвалим силу русскую и силу богатырскую. Планируется ли, что данный фестиваль будет у нас традиционным? Конечно. Мы для этого его и делаем. Мы для этого его и делаем, чтобы вот в этом месте каждый год могли собраться наши земляки, пригласить гостей из других регионов, показать им свою молодецкую удаль, посоперничать с ними, доказать им, что вот наша земля рязанская, как говорится, не оскудел талантами, силой, и, в общем-то, мы живем в правильном, в нужное время, нам ничего не страшно, никакие, в общем-то, политические моменты, мы за здоровье, мы за то, чтобы была любовь. Кстати, вот этот праздник мы еще приурочили вот к нашему дню любви и семьи, к Февронии Петру, и вот интересный момент, вот пляжная борьба, песок, то есть вот в легенде о Февронии и Петре, там тоже есть очень-то интересный момент о том, что песок под ногами, то есть вот какая-то тема такая пересекается, вот, и нам очень бы хотелось бы, чтобы вот мы летом русские люди, ну, как говорится, россияне, люди разных национальностей, да, имели свой праздник, и мы, чтобы вот женихи показали, насколько они сильны и удалы, невесты показали, насколько они красивы, чтобы они собрались здесь вместе, друг на друга посмотрели, может быть, кто-нибудь с кем-нибудь познакомился и когда-нибудь создал семью, и именно, чтобы это не было связано с пьянством, не было связано вот именно с алкоголем. Предлагаю вам сделать сейчас такое официальное приглашение для рязанцев и гостей города, я думаю, это будет очень здорово. Дорогие рязанцы, мы ждем вас в эту субботу, 11 июля, в городе Рыбное, значит, если вы подъедете к городу Рыбного, вам надо будет в него не заезжать, а проехать через мост, через реку Вожи, и тут же вы увидите огромное поле, где будет стоять вот наш городок спортивный. Мы ждем вас там на фестивале «Богатырская сила». Начало фестиваля будет в 13.00, закончится он в 9 часов, там будет небольшая дискотека, салют, но это уже в финале, после того, как мы наградим победителей в пляжной борьбе, в классическом русском жиме, в забеге с женами, с препятствиями, в других видах, значит, спорта и соревнований. Мы ждем вас 11 июля в эту субботу в городе Рыбное в фестиваль «Богатырская сила». Спасибо большое. Спасибо. Приходите с семьей, всем очень понравится. Да, и обязательно приходите с семьей, потому что будет создан отдых и для детей, там будут и батуты, и... карусели, там будут аниматоры детские, которые будут проводить с ними конкурсы, родители могут посмотреть на соревнования, сами поучаствовать, покушать. Ну, то есть, понимаете, мы хотим именно вот такой праздник гуляния сделать, с упором на то, чтобы вокруг вас был спорт, сила, красота и здоровье. Спасибо еще раз, что пришли к нам в гости. Евгений Дьячков и Валерий Хабаров сегодня были у нас в студии. А это была программа подробностей, мы с вами скоро увидимся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова